всем привет ребят еще раз сначала хотел немножко ругаться а потом а потом передумал ругаться потому что хорошие комментарии перевалили плохие вначале как-то несколько человек написал знаете это это вот как будет ложка дегтя в бочке меда вроде хорошего много но этот один маленький вот так как-то подковырнет и вот неприятно прям на душе но уже разобрались по этому поводу я уже в комментариях разобрался и меня уже отпустило не хочу прям даже вот ругаться по этому поводу потому что но нет смысла доказывать никому я вам показал все как есть пропало два утенка жалко то есть уже прошло три часа мне уже вообще ну то есть совершенно спокойно я я уже с этим смирился сжился пропало и все в тот момент когда я записывал ролик когда я вам то показывал то вот прошло три секунды назад и я их пытался реанимировать тогда было как-то неприятно на душе ну а сейчас вот ну что есть то есть и все равно вот попросил не писать комментарий по поводу того вот ты виноват надо было поставить больше воды не надо ставить больше воды ребят но это утки уткам не надо ставить больше воды больше воды это больше грязи больше болота за все введение хозяйства у меня ни одна птица от обезвоживания не умерла то есть не переживайте мои птицы может под завязку но им хватает воды то есть утка это птица водоплавающая она бы плавала и плавала и плавала ей этой воды никогда не будет достаточно поэтому то количество которые я ставлю в клетках это не про улицу говорится вот на улице у них вода стоит круглосуточно тут и тут он налито и вон лужа грязь они любят грязи колпаться и вот там он поилка такая длинная то есть корыто им всем хватает воды но перестаньте переживать за мою птицу за моих животных часто пишите что вот у меня постоянно когда я заканчиваю съемку банки пустые да когда я заканчиваю съемку вот тогда и начинается работа то есть я быстро всем поналивал подавал и со спокойной душой уехал домой по поводу той к того количества воды которая налита у моей птицы вот я уже много раз об этом разговаривал с вами и еще раз хочу объяснить ребят на одну взрослую утку в сутки на несущуюся утку которая несет каждый день яйцо весом 100 грамм нужно литра воды не более это на ту утку которая несется в яйце ну то есть все содержание яйца из на 98 процентов состоит из воды поэтому вот эти 100 грамм от утки которая не несется отнимаем то есть на взрослую 3 килограммовую мускусную утку нужно 900 грамм воды вы понимаете это 3 килограмма это 30 процентов от веса птицы за день у птицы в организме перерабатывается 15 процентов жидкости для ну то есть для поддержания организма и 15 процентов жидкости выходит с пометом потому что утки дрыщут я думаю многие это знают поэтому говорит что я даю мало воды нельзя ну ребят ну чё вы пытаетесь из меня постоянно сделать дурачка когда я прошу у вас совет то я его прошу когда я не прошу совет вы мне советует еще в два раза больше чем когда я когда я его прошу на самом деле но это уже смешно последнее время я мои ролики состоят из того что я или пытаюсь оправдаться или поругаться или высказаться потому что ну чем больше становится людей на канале тем больше становится таких комментариев которые хочется объяснить и доказать свою ну не то что прям доказать я не пытаюсь никому ничего доказывать но я пытаюсь объяснить что ну перестаньте переживать за моих животных у меня от обезвоживания еще раз повторюсь ни одна птичка не умерла от голода тоже от того что едят мало травы тоже никто не умер если бы я плохо кормил птицу был бы страшный каннибализм но у меня вся птичка хорошая один там момент двоих кто-то пощипал вот вот этого пепельного вот стоит вот идет сейчас он идеально уже оброс перышком то есть и гусенок у которого крылышки висят где он да вот он и вот этого гусенка немножко ощипали но поэтому вы не можете говорить что у меня плохое кормление нет каннибализма каннибализм при ну то есть в бедном кормлении слабом поэтому у меня во дворе и с поением и с кормлением все нормально но я опять перешел из темы я все-таки хочу поговорить по поводу воды мы с вами уже определили что на утку нужно в сутки воды 30 процентов от веса давайте посчитаем вот этот загончик смотрите здесь тоже литровая банка ребят и я не собираюсь менять из-за того что вам хочется чтобы я поставил им трехлитровую банку я не буду ставить и так уже на протяжении двух с половиной лет сколько я веду канал вы меня заставляете поставить трехлитровой банки в загончики к малышне я этого делать не буду потому что утка три килограмма 15 утят тоже три килограмма на день нужно пить не разливать ребят пить нужно литра 800 на 15 утят и утку я ставлю за день 5 литровых банок из которых 3 они точно разливают хватает моей птицы воды или нет ребят ну вот зачем мы возвращаемся и возвращаемся к этому вопросу то есть вот я сказал что два утенка пропал от того что они долго были без воды и все люди уже не слушают о том о чем я там рассказываю дальше вот они вырвали два слова из контекста перекрутили у себя в голове и накрутили себе то что моим десятерым утятом манюсеньким десятерым манюсеньким утятом нужно ставить трехлитровую банку зачем мне болото в сарае зачем ребят я за день ставлю вам сказал четыре или пять банок то есть пол литровых там да я не скажу что они там литровый одна баночка идет маме потому что она пьет 900 грамм за сутки и литра а то и полторы идет десятерым утятом то есть по 150 грамм идет на 100 граммового утенка но это мало ну вот вы о чем говорите когда вы пытаетесь мне навязать то что надо ставить трехлитровую банку ну зачем и да ну вот но у себе вот подумайте в голове вот зачем на три килограмма утят ставит десять литров воды за день то есть я должен ставить трехлитровую банку также пять раз день дно сгниет ну под ними будет лужа болото хотя под ними и так течет потому что они все вы плёскивает вот смотрите вот так тут все мокро потому что хоть подстилай хоть нет они все выплёскивает смотрите они выпили баночку поставил новую сразу. Это потому, что сейчас уже холодает, они сбились в кучку греться. Я и большим ставлю холодную воду, так что вот они немножко подмёрзлись. Сейчас сбились в кучку и греются. Вот так. Вы мне пишите, и с цыплятами может такое быть? Да цыплятам ставьте большую поилку. Цыплята не разливают, ребят. Не надо говорить, что о цыплятам надо. Когда вы такое пишите, вы сначала подумайте себе, почему у них маленькая поилка у уток. Да потому, что они разливают. А зачем ставить литровую цыплятам? А цыплятам ставьте 10-литровую поилку, 20-литровую. И она будет стоять, пока они её не выпьют. Но это всё просто, на самом деле. Ну, ребят, пошли вот к утятам, смотрите. Ой, к утятам, к цыплятам. Вот у них стоит 10-литровая поилочка. Вот. Набрано, смотрите, набрано в обед. Сейчас 7 часов вечера, 8. И вот они выпили 3 литра. Это 10-литровая. И всё. То есть зацыплят, я не переживаю. То есть я, бывает, им по жаре они выпивают хорошо, прям пьют, а бывает вообще не пьют. То есть вот, как сегодня день прохладный, они вообще мало выпили. И в обед, когда я её ставил, даже не в обед, а в 2 часа. Вот когда я пришёл, я быстренько, я сам не ем, а хозяйство, ну, то есть управляюсь. То есть я поставил, вот они сколько выпили, ну, 3 литра, получается, за 5-6 часов. Поэтому вот, я не знаю, я не знаю, я не пытаюсь, то есть никого обидеть, никого там оскорбить не пытаюсь. Но, когда вот я не понимаю в индюках, я спрашиваю совет. Но когда я вам рассказываю, чтобы у вас такого не произошло, всё равно вот начинают писать, да поставь ты им 3-литровую банку. Ну, думаю, ну, боже мой, ну, что ж вам эти все 3-литровые банки в голову вбилите? Не пойму. Ну, и это немного комментариев. Человек 5 написала, но почему эти 5 человек не знают, что им хватит литра? Это же не 100 утят. Вот если бы здесь было 100 утят, то здесь бы стояло, например, 8-литровых баночек. И всё. Ну, такие дела, ребят. Повозмущался, называется, да? Вот, попили, поели. Сейчас пойду кормить здесь. Здесь тоже вот пустые сейчас поилки. У некоторых пустые кормушки. Но это не означает, что они сейчас, я выключу камеру, и они до утра будут голодные сидеть. Я сейчас выключу камеру и буду здесь лазить до 12. Потому что у меня завтра день рождения, завтра я этим заниматься не буду. Завтра здесь тёща будет им переворачивать баночки. И сегодня бы она перевернула баночку, если бы я знал, что я не... Ну, если бы я не... Если бы я знал, что я задержусь. Ну, я думаю, сейчас приеду, сейчас приеду, сейчас приеду, и вот так получилось. Понимаете? Тёща тоже у меня может быть занята. Ну, ребят, ну, получилось как получилось. Жалко утят, да, жалко. Я за ними ухожу, я их нянчу. И вот такое произошло. Это не утята из посылки. Утята из посылки сидят вот там в клетке. Всё у них в порядке. За них не переживайте. Налил им тёплой воды, потому что сам испугался. И всё нормально. У них стоит полтора литровая, потому что их там 21 штук. Там 10, ребят. Ну, это же разница. Вот вы... Вот такие дела, ребят. Я не знаю, я не знаю. Ну, то есть, не обижайтесь. Ну, и тоже меня поймите. Ну, перестаньте, перестаньте мне писать про эту троллитровую банку. Это кошмар. Всё. Давайте жить дружно, ребят. Вот такие дела. Он подошёл, попил. Это, смотрите, это потому что холодно, вам повторюсь. Когда будет жара, то они просто вот эту всю воду выплескают за секунду вот так клювиками. Ну, вы же знаете, как утки работают. Ну, такие дела. Эти вон купаются, отдыхают. Всё, ребят. Пошёл я дальше управляться. Всем большое спасибо за просмотр. И всем пока-пока.